Прямой эфир. Василий Орлов начал с темы COVID-19. Глава Преамурия рассказал, пандемия медленно, но верно идет на спад. Сегодня по области в день регистрируется меньше 80 случаев заражения. При этом регион уже получил 20 тысяч доз вакцины. Еще 14 тысяч ожидается в ближайшее время. Сегодня прививку поставили уже 15 тысяч амурчан. И еще 5 тысяч провакцинируют в течение этой недели. Возвращаются к работе и лечебные заведения, на базе которых были развернуты ковидные госпитали. Если брать в сравнении с другими дальневосточными регионами, то мы 8 место занимаем, или, скажем, 4 снизу, в хорошем смысле, по количеству заболевших, в пересчете на тысячу жителей. Хороший показатель. Видим, что нет гриппа пока, не регистрируется грипп. Ученые говорят, что это вирусы конкурируют между собой. И, соответственно, благодаря коронавирусу, в кавычках, нет сегодня гриппа. Тем не менее, по ОРВИ, сегодня по распространению, в сравнении с прошлым годом, тоже у нас на 36% меньше случаев ОРВИ. Но здесь, конечно, расслабляться нам не надо. Прокомментировал Василий Орлов и ситуацию с нехваткой бензина. Глава Приамурья пояснил, топливный голод сегодня испытывает сразу несколько регионов Дальнего Востока. А потому эта тема находится на контроле полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Между тем, в Благовещенск уже поступило 645 тонн бензина марки АИ-92. Ожидается, что до 14 февраля Приамурья дополнительно получит еще более 5000 тонн 92-го и около 2500 тонн 95-го бензина. Эти объемы покроют необходимую потребность региона в топливе. Нам пришлось обратиться через Минэнерго в Госрезерв. Нам выделено определенное количество топлива из Госрезерва. Но сейчас сразу из нескольких источников нам топливо поступило. Это и Госрезерв, и начал работать Хабаровский завод, и поставки с западной части страны. Поэтому сегодня к вечеру дефицита быть не должно. А сегодня, признаюсь, с утра проехал сам, посмотрел ситуацию на заправках. 80-й и солярка есть практически везде. 92-й бензин был на заправке ННК «Альянс» Октябрьская, Мухина. Очередь была, но такая машина, машин по пять на каждую колонку. Это было в 9 часов утра. В ходе онлайн-беседы амурчане поинтересовались у губернатора, почему в области высокие цены на жилье. Люди отмечали, что стоимость квадратного метра в региональной столице уже достигла 100 тысяч рублей. Значит, почему выросла цена? Это повышенный спрос за счет дальневосточной ипотеки. Это ограничение по иностранной рабочей силе. И, если вы помните, в России начал действовать закон по переходу на эскроу счета, что, соответственно, в том числе отразилось на стоимости квадратного метра. Кроме того, на прямом эфире было озвучено, что на этот год выданы разрешения для строительства 650 тысяч квадратных метров. Ольга Сысо, Антон Максимов, Амурское областное телевидение.